Добрый день! Я приветствую всех любителей астрологии. Дорогие мои друзья, сегодня у нас прогноз для дорогих наших тельцов на ноябрь 2023 год. Итак, дорогие мои тельцы, период ноября готовит для вас, возможно, какую-то динамику, которая может у вас включиться в одиннадцатом доме гороскопа, в социум. И здесь будущее и мечты станут более достижимыми для вас. Здесь Сатурн разворачивается в начальных числах, он с первых чисел, с 1 по 7 ноября имеет стационарное положение, 4 числа он разворачивается в прямое движение. И здесь, может быть, возможность появляется, когда появляются друзья, которые помогают вам, возврат единомышленников, которые могут помочь вам в ваших проектах. Здесь могут быть интернетные какие-то проекты, которые могут заинтересовать вас, соцсети, где вы можете актуально исключить, медийность, если это для вас актуально, может иметь благотворное начинание, если вы хотите начинать, допустим, свой какой-то интернетный проект. И здесь работа онлайн будет очень хорошо проецироваться для вас. Организация мероприятий и вхождение, возможно, в какие-то группы, в социумы по интересам. Когда вы будете менять круг интересов, одни люди будут уходить из вашего поля, а другие приходить наоборот. И желание себя будет очень активное, себя проявить. Здесь солнце дает оппозицию на Юпитер 3 ноября и дает желание проявиться, заставляет вас проявиться. Даже если вы где-то медлите и сомневаетесь, а то в этой позиции она как будто даст вам эту энергию. И 4 ноября оппозиция Меркурия с Ураном, то есть будут новостные какие-то внезапные, неожиданные сюрпризы или новости, или предложения, которые дадут вам новую возможность в проектах. 9 ноября Венера, она управляет вашим знаком гороскопа, и она будет входить в ваш шестой дом работы, работы и здоровья. И здесь Венера, она отвечает за комфорт, за финансы, за любовь. А шестой дом работы, он вносит именно вот эту повседневную суету. Но здесь включает Венера гармонию, проекты и клиенты желательные, радостные, те, которые вас радуют. И здесь, возможно, начальница, помощница для вас, или же новые помощники для вас могут прийти в вашу жизнь по работе, которые могут вам помочь в рабочих процессах. И внести вот эту гармонию, которую нужно внести для своего здоровья, чтобы в вашей жизни не одна только работа была, но и был отдых, был, возможно, какой-то период, когда вы можете обратить внимание и на спортивные нагрузки, которые вам нравятся, которые по Венере вы хотите посещать. Это могут быть и музыкальные какие-то, спортивные танцы, или медитация с музыкой, или еще какие-то спортивные мероприятия. А может быть, в этот период вам захочется в шестом доме гороскопа подружиться, наконец, со своими коллегами, наладить с ними коннекты, который был бы гармоничным. Если для вас это актуально, это хороший период, когда это может получиться. И в том числе здесь могут быть денежные поступления по работе. Здесь может быть много работы, но она вам должна нравиться. И здесь вопросы здоровья, красоты. Здесь могут быть процедуры, связанные со СПА, какими-то процедурами, какие-то вебинары, которые вы можете посещать для повышения знаний в области питания, режима питания. Здесь тоже может Венера помочь с этим. Медитации, которые доставляют удовольствие в том числе. И здесь, конечно же, темы ваших животных. Ветеринары, возможно. Посещение клиник для ваших домочадцев, которые братья ваши меньшие, хвостатые животные, которые живут дома. Здесь еще тоже необходимо им уделить какое-то внимание, необходимое для их здоровья. И 11 ноября в Меркурий будет входить ваш восьмой дом общих финансов. И здесь, возможно, вы будете думать по теме финансов. Как же, возможно, увеличить этот свой общий доход, бюджет в семье? Либо это могут быть вопросы, касающиеся страховок. И, возможно, выплат по стипендиям, по грантам. Помощь какая-то, которая вам очень даже может быть необходима. Оформление, возможно, документов, связанных с наследством в этот период тоже может быть у вас по восьмому дому. И здесь могут быть, конечно же, новые знакомства, связанные с эзотерическими знаниями по восьмому дому обучения. Знакомство с этой темой. Погружение в эти вопросы. Вопросы информационного такого порядка. И нужно отметить, что Меркурий, он будет входить в этот восьмой дом. Притом будет менять знак на стрельца. Со скорпиона будет выходить стрелец. А это, значит, возможно, какие-то новости из-за рубежа, из зарубежных каких-то партнёров, которые могут дать о себе знать письма, которые вы можете от них получать, сообщения. Всё это актуально буквально в одиннадцатых числах. Тринадцатого ноября будет новолуние в вашем седьмом доме партнёрства. И это новые отношения, новый виток отношений с партнёрами. Это могут быть партнёры по бизнесу, партнёры-клиенты, партнёры и все те другие люди, которые вас окружают. Это могут быть брачные партнёры, которые начинают, возможно, вы с ними начинаете новые отношения. По новолунию это всё новое. И возможность заново начать какой-то виток своего развития. Новый какой-то близкий для вас коннект, который будет очень благоприятным. Как я сказала, это могут быть и деловые партнёры, и контракты, договоры, и клиенты в том числе. Но это могут быть даже просто новые проекты, которые возникают в этот период жизни. Нужно отметить, что Марс будет соединяться в этот период вместе с Солнцем. Давать заряд, запал на целых два года, фокус внимания. И смещать и говорить о том, что именно партнёры для вас, дорогие мои тельцы, будут важны в течение двух следующих лет. Те партнёры, с которыми вы общаетесь, будут очень сильно влиять на вас. Поэтому скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Или с другими словами, скажи мне, кто твой партнёр, и я пойму, куда двигаются твои мысли. С кем ты дружишь, с кем ты общаешься, значит, такие твои действия. Вот такая тема у вас будет разворачиваться на двухгодичный период. И эта тема даст также покровительство Юпитера в вашем первом доме и будет зависеть это всё от вас. Юпитер даёт это большое счастье. Он даёт, возможно, брачные новые отношения. Начало отношений, желание и даже страсть, возможно, возникает по этим отношениям. И здесь нужно понимать, что здесь тогда будет зависеть от вас, какое будете вы принимать решение. 23 ноября Солнце будет менять у вас положение на 8-й дом гороскопа общих финансов. И здесь Меркурий также находится, мы помним. И здесь также включается Марс 25-го числа в этот же сектор 8-го дома гороскопа. И нужно понимать, что всё это будет происходить в Стрельце. В Стрельце и, возможно, какие-то новые обстоятельства, которые могут происходить издалека, из-за рубежа, с новыми партнёрами, которые за границей находятся. Возможно, это новые трансформационные какие-то проекты, которые вас выведут на какой-то общий доход финансов. Вложение этих финансов может принести доходную часть. 27 ноября полнолуние будет, догадайтесь, с одного раза, во втором доме ваших финансов. То действие, которое вы принимаете, и даст вам получение финансов. То есть вопросы финансы, бизнес, с помощью которого вы зарабатываете, работа, смена работы, может у вас маячить на горизонте с 27 ноября. Возможно, для кого-то эта тема сменить работу и получение, возможно, каких-то дивидендов от продаж. Возможно, для кого-то эта тема и также кредитов, бизнес, каких-то банковских денежных отношений. И здесь могут быть новые заработки, новые доходы. Также новые расходы, конечно же, нужно понимать. И новый бюджет, который в целом может выстраиваться у вас в этом периоде времени. Все, что для вас ценно в этот период, нужно выводить в ресурсное состояние. Новые возможности появляются. Свобода выбора, так как уран в вашем первом доме, он освобождает вас и дает вам эту свободу действий. То, как вы сегодня поступаете, может вам принести дивиденды в будущем. Поэтому, дорогие мои тельцы, все зависит от вас. Все в ваших руках. Главное не бояться. Сатурн позволяет выходить из этого периода тишины, когда не хотелось в социуме, возможно, кому-то проявляться. А сейчас эти проекты социума, будущие мечты и планы выходят на поверхность и дают вам новые направления для того, чтобы увеличить вам финансовый поток. Дорогие мои тельцы, этому также благоприятствует Венера, которая входит в ваш восьмой сектор гороскопа. Удачи вам и всех благ на всех этих новых дорогах. Субтитры создавал DimaTorzok